Дорогие друзья, мы продолжаем и чаще всего этого человека, который сейчас у нас в студии, представляют первым абзацем его статьи на Википедии, статьи о нем, но мы решили сделать не так, мы решили быть немножечко креативнее. Итак, у нас в гостях безработный инженер-энергетик Макс Кедрук. Привет! Привет! Нет, ну на самом деле, для того, чтобы все телезрители поняли, в чем суть моей иронии, Яна, расскажи все-таки, кто же этот человек, который сидит возле тела? Я выбрала самое интересное. Это украинский писатель, путешественник, колумбник, мужского журнала XXL. Ну вот, сразу видно, что именно из твоих реалей Яну зацепило больше всего. Рады видеть тебя в Николаеве. Навзоем. Мы знаем, что ты приехал сюда, чтобы презентовать в продолжение своего технотриллера Бот, Бот, Гокильский парадокс. Расскажи, пожалуйста, в чем смысл вообще такого жанра, как технотриллер? Какова твоя роль в развитии этого жанра в Украине? Окей, ну, довольно часто техно плутают с науковой фантастикой, и я витрачаю много денег для того, чтобы довести, что технотриллер – это не науковая фантастика. Науковая фантастика описывает события через 10, через 100, через 1000 лет, ничего не обґрунтовываясь. Ну, если есть какой-то там бластер, который стреляет, а вот же он просто бластер, и он стреляет. В техно все не опаки. Вон описывает события, которые отбудутся, ну, вот, сегодня вечером после нашего эфира, або максимум завтра с утра, и в нем все науково обґрунтовано. Все, что бегает, стреляет, дыхает, летает, стрельбает, ездит, что угодно, оно имеет реальные прототипы в реальном жизни. Это как научная работа. Певною меру и так. Через что в свете техно надзвичайно популярно. Но не так много авторів ему пишут, потому что ты должен, кроме того, что ты должен владеть розвинутым стилем, мать какую-то там уяву, ты еще, главное, мусишь реально разбираться в конкретно существующей галузе технологий, там, какие-то нанотехнологии, чи квантовая физика. Ну, ты не напишешь про роман-катастрофу на основе якоїсь там аварии на великом адронном коллайдере, не разбираюшись квантовой физики. Слушай, Макс, но мне девочки, может быть, мне нужно это читать? А вот есть, кстати, у меня некая информация, что Макс работает над этим, и, по-моему, первую часть, бо ты давал читать как раз таки девушкам, черновики. Так, ну я почну, я, відповім, твоё питание, что насправді, мы зараз говорили про технично-складовую техно, да, какая-то технология, але насправді, это в первую очередь роман. Тобто, это не означает, что это лишь про какие-то технологии, это научная работа. Это, в первую очередь, классная, зубодробильная история, где есть любовь, где есть секс, где есть зрада, где есть друзей и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но я называю профессиональными читачами. Они читают много, читают качественно. И вот они читают в чернетку, и они дают свои зауважения. Я все равно автор, я потом решаю, чи враховываете их, или нет, но это делает текст живейшим, и это, ну, я усведомлюсь, что я пишу не для себя, я пишу для людей. И вот, именно эти зауважения, они, те, которые я враховываю, они в переважной и в большинстве стосуются именно женских персонажей. Серед ридеров, процентов 60, это девчат, девчата, ось, белявки, ну, в хорошем смысле слова, белявки, так, и они... Других, собственно говоря, нет. Ну, нет других. Ну, без образства, ну, чтобы не казалось, что вот, там, перехватки другие. Она не крашена, это натуральный, я отсюда вас. Постоянно просто спрашивают, а потом нет. И вот, они, они реально допомагают мне зробить, самая женские персонажи, более реалистичными. Правда ли, что тебе даже пришлось поменять пол одного из персонажей? Мы, как раз, сейчас говорим про бот, и вот было одно зауважение, яке надійшло від трех різных, незнайомых между собой ридеров, и они сказали, что, окей, роман классный, все классно, чипляет, но там нема, они написали, что там нема жіночого персонажа, с которым под час читания могла б себя асоціювати читачка. Вот. И я так думаю, блин, а то есть, как и правда, так. И тогда, таким чином, французский психиатр Патрис Ранье перетворился на французского психиатра Лауру Дюпре. Но это так просто звучит, но это было очень непросто сделать, потому что мало просто изменять форму действий в диалогах, там, и он на вона переставит. Нет, ты маешь реально переработать, перелопатить весь персонаж. Плюс, это очень непросто. Был один момент, уже в редакууменном романе, который я про Гавел, и этот момент стосовался того, что в одном из эпизодов, наприклад этой книги, французский психиатр Лауру Дюпре чухала заросле воло. Тобто, я бы втомленный, 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 а то, что это было просто щитина, меня уже не насторожило, я понял, так? Я буквально, это не жарт выгодный для просповедей, нет, это реальная история, я пометил это за день до того, как зверстанный роман пішел вдруг и дивом в стык это выпил. Этот персонаж могло бы выиграть Евровидение. Кстати, вот по поводу того, что роман вышел, наверное, немножко не в то время, в которое ты изначально планировал его издавать, все-таки там была какая-то история, которая тебя заставила издать бот продолжение, как раз Гойкильский парадокс, раньше запланированного времени. Так, так, про это можно долго говорить, но в общем я, ну, бот первый, он был открытый финал, тобто я всем сказал, что будет продолжение, но я так же сказал, что я возьмусь за него не раньше 2019 года, мне кажется, на тебя никто не обиделся, что ты взял и написал раньше. Так, але чему так вышло? Потому что минулой осенью до меня звернулся мій польский видавец, бот, так сказать, не польскую, так, и ось Арек мені зателефонував и сказал, что ты знаешь, Макс, сейчас в Польщі очень большой интерес к тому, что происходит у вас на Сходе. И я не мог бы написать книгу про взаимовідносины украинской и российской нации, ориентированную на Захид, на европейского читателя. И в мене, ця книга урюнувала всі мои плани. У меня была копа своего, у меня был проект «Квантовно по популярной лекции», у меня был тур с попередним романом «Жоштоки небо», все украинское, я писал на эту книгу, и она была очень не в тему. Но я погодился, и эта книга вышла в Польщу под заголовком «Я украинец», в Украине ее тоже было выдано под названием «Небратні». Таким чином ця книга посунула все, я закінчив ее лише в зимку цього року, я уже не встигаю закінчити новий роман до конца травня, чтобы он был выдан до осени, и таким чином я повез его в тур. И поэтому я начал панично перебирать истории, которые у меня уже были частично готовыми, и я понял, что у меня нет выбора. У меня единственная история, которая была почти на третину, на том моменте написана, это было продолжение бота, и поэтому я все отклав, я взял все только за другой бот, и вот поэтому я сегодня, не сегодня, а в целом неделе был у Миколаеве, презентировал эту книгу, и вообще за ней катаюсь. У меня сразу вопрос, так вдохновенно рассказывал писатель, скажи, как ты пишешь вообще? Это какое-то вдохновение, или вот есть надо написать 20 страниц и я их напишу сегодня? Жодного наткнення, забудьте про таке слово для профессионального письменника. Как? Это просто маячня, это исключительно работа. Это наткнение придумали, саме слово придумали линюхи, невдахи и графомани. Это я придумал. Ну, у меня часто запитывают, а каким чином вы себя примушуете писать? Блях, а что? А если ты не хочешь писать, то напиши. Это очень важно в контексте, что очень много молодых людей хотят быть письменниками. Потому что я в туре, и я, естественно, не пишу, потому что это физически невозможно, как ледно каждого дня в другом городе Украины. И это меня дартует... Дартует не тур, не встреча с учениками, это классно. Но дартует, что я не пишу, потому что у меня много идей. То есть, начинается все с того, что ты хочешь писать, писать каждого дня. Писать регулярно, там, полторы-двух тысячи слов в день, не важно. Но вот с чего ты начнешь и с чего ты можешь потом стать письменником. Скажи, твои персонажи, которые у тебя в книге, это прототипы настоящих людей? Или это все? Майже всегда. Тобто, ну, я не такой старый, мне 30-летний год, и, естественно, я не маю аж такого... Тобто, в сравнении с людьми, которыми 50-60 лет, я у меня не маю такого життєвого досвіду. Но что дает мне возможность писать качественные истории, истории, в которые верят люди старшие за меня, это опыт подорожей. Подорожи идут мне, по-перше, реальные места. Я практически никогда не описываю места, которые я не вижу. То есть, это Гоякильский парадокс, это, переважно, про место Гоякиль в Эквадоре. Это я описал места, которые я вижу. И, второе, подорожи дают мне реальных персонажей, реальные диалоги, реальных людей. И потом, когда читатель, даже старший, даже скептично налаштованный, про такие дурка, читает эту историю и потом пизнает себя там, або своего соседа, або своего какого-то товарища, он начинает верить персонажам, а если он верит персонажам, то он верит мою историю. Твое образование отразилось? Однозначно. Так. И это, на самом деле, великий плюс. Или то, что ты бросил. Не, на самом деле, для писателей всегда есть великий плюс, когда он имеет какую-то... Ну, в самом деле, такой специализации, как письменник, нет. Тебе не учат писать. Да, я знаю, филологически закончилось. Тобто, ты можешь быть филологом, да, но это не означает, что ты умеешь писать. Это как ведмить. Типу, ты можешь научить тебя на велосипеде, ездить, но это как бы... Непрофессиональная работа. Но на Tour de France, как бы, нет шансов. Вот. Тому, безперечно, что великий плюс в том, что у меня инженерная освита, и в том числе и за кордоном. И это очень помогает. Кроме освиты, основное, что она мне дала, это способ, сам способ, по шоку потребной информации, и фильтрации, и какая-то там, ну, уже вот... Со скоротеза. Да. Такой вопрос. Знаем, что ты не так давно прочитал Энди Уира, Вейера, разных «Марсианин». Сходил ли ты уже на фильм? Ходил. И также я знаю, что ты был на том месте, где часть съемок происходила, в пустыне Вадирам, правильно? Которое единственное место у нас, которое похоже на Марс. Узнавал ли ты Уолдерга? Как зовут актера? Да. Марк Волберг. Да. Волберг? Да? Нет. А кто? Деймон. Они похожи, они братья, мне кажется. Вот тут и голливудские тайны пошли уже. Да. Насправді, с этим была проблема еще, когда я смотрел трейлер. То есть, книга с Валентком одного момента на начале, она просто блескучая. Это тоже «Дочи техно». То есть, ты боялась, что как бы там, вот там, нема какого-то... Так нет, это тоже техно трейлер, потому что там все очень реально описано. Я уже не боюсь. Особенно, когда он там клеенкой заклеивается. Нет, это специально... Это может быть, я читал. Это такой скотч специальный декасмонар. Но девочки могут не понять. Да. До речи, насправді, от в чому мінус... Я вернусь до Вадя Ру, но в чому мінус фільма... Фільм классный. Тобто, это полностью... Какой-то сценарист ничего не делал. Он просто взял контрол с таком контроле, и там даже диалоги однако есть. Вот. Вот. Но в чому мінус фільму? Да. В чому мінус фільму? В том, что там весь весь треш, что с ним стаётся, он не поясняется. В книзе все детально розписано, чому так. И вот, скажем, был момент, когда он выходил, ну, мав, мав, мав вийти на зовні, и заходил в барокамеру, и барокамеру вырвало. И весь кинозал я себе думаю, ну, вырвало барокамеру, какая-то новая фигня стала с чуваком. А там в книзе реально пояснено, чому. Тобто там все обґрунтовано. И когда ты читаешь, ты понимаешь, опа, а если Вейер цего не написал, то это было бы неправдиво. Потому что его житло, его рассчитывали на всего 30-32 соли. Воно простояло, ну, то есть максимум 64, воно простояло 100, постойно под тиском раздувалось, раздувалось. Знакопеременно навантажение, втома гума. И в какой-то момент появляется микротища, и вот ты еще, вот, подчас этого растягивания это гума. А подчас вступного воно просто перетирается на порошок. Тобто это абсолютно реальный... Я не сейчас думаю, что максский друг писатель куда-то ушел, а потом максский друг инженер просто. Окей, да, я вертаюсь. Про Вадірум, я когда еще смотрел трейлеры до Мерсианина, я понял, что мне будет тяжело смирать этот фильм. Потому что в одном из моментов была именно та скеля, по которой... Ну, там, там, майже людей нет, но там бедуины делают экскурсии. Такие старые, старые Toyota Land Cruiser 47-го. Такие, ну, ну, такие, реально, old school. И они там добиваются много людей, и ты едешь, они тебе показывают эту пустель. И ты такие, опа, и на тебе, ну, какие это Марс? Для меня это просто чувак, который надягнул аквариум на голову, и который лазит там по Вадіруму, и мне... Не, без дурния, без папаса. Были какие-то моменты, когда мне было тяжело понять, что это фильм про Марс. Вот, кстати, по поводу кого-то негатива. Пожалуйста, всегда готовы найти отзыв ВКонтакте. Человек пишет у тебя в группе на украинском. Не понимаю массового захопления данной книги, он имеет в виду вторую часть Бода. Бода-2, да. Как на мне, вона лише бледна тень першої частини. Дуже схожа на те, что автор поспехом злепил эту историю, через что есть серьезные нарекания щодо сюжету и перебега событий в книге. Дуже посредний роман. Я на тебя не стыдно? Это не я. Это не я. Это не я. Это не я. Ну, вот просто мы как такие вот... не очень чистые на руку люди решили... Краще говорили про политику. И на самом деле... Это далеко не критичный вид. Но в чём речь? После того, как... Это сегодня... Я на этом неделе презентовал уже четвертий свой триллер. И после выхода минулого року «Рожстокого неба» это роман про авиакатастрофу украинского літака в одном из аэропортов Парижа. Я дещо змінив стиль написания. Я росту сам, как читач. Я росту, как автор. И хочу я этого, или нет, я начну как-то жить до более серьезных историй. То есть я перехожу от Джеймса Роллинса и, грубо говоря, «Честивина Кінга», до Фиджеральда, Хеммингуэя, Стейнбека и так далее. И уже в жорстоком небе, кроме того всего треша, там расследования, там доча была главная героиня. Не главный герой, а главная героиня. Чий батько спроектував цей літак. Батько помер за рік до катастрофы. И ось вона... Вона має відбилювати... Тобто вона поїхала в Париж как член Международной слідчей группы. Маючи на меті відбилювати память батька, виявилось, що все-таки вигнана проблема в літаку, і вона постала перед дилемою. Чи їй далі захищати батька, чи їй послати на ринок потенційно небезпечний літак, чи їй навпаки це все розкрити. Так от, цей роман був стилістично інакший від першого бота і від твердині двох перших трилерів. І те ж саме стосується другого бота. Бот Гуекільский парадокс. Все ще суміш технотрилера і сай-фай. Бо я люблю дуже американське визначення екшн-трилер. Це все ще екшн-трилер, але який вже написаний ось тим більш серйозним стилем. І тому я розумію, чимало людей, які читали перший бот, де не було розкриття персонажів, де не було якогось заглиблення, де були короткі ось ці пояснення до діалогів, але де був постійний треш, 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 нагонка одне за одним, вони відпочивають себе розчарованим. То є нормально. Але я не можу змінити себе, я не можу писати про те, що мене не хвилює. Тому, замість Гуекільського парадоксу, сьогодні, цієї осені, мав би бути інший роман. Роман, який на сьогодні суб'єктивно, я вважаю своїм найсильнішим, він зараз якраз пишеться. Але так вийшло, що я почав писати Гуекільський парадокс, і можливо в цій історії, це хороша історія, попри все це хороша зубодробильна історія, але можливо в цій історії був цей конфлікт між, ну, я скажу патласно, високим стилем і просто трешовою історією, яка вимагала більш простішого стилу. Ну, ось так. А мені здається, просто чоловік себе не знав в романі, і все, началось. А в предыдущому знав. Насправді, мені здається, що зараз наші телезріти вже прониклися твоїм персонажем, твоєю личністью, і тому в нас є така меркантильна просьба, щоб ти допомогав Николаїву. Завтра у нас 2-й тур «Николаївських виборів». Сьогодні день тишини, ніякої агітації, але ми хотіли б, щоб ти в цю камеру просто призвал Николаївців прийти на 2-й тур і віддати свій голос за того кандидата, которого вони вважають достойним. Без какой-либо агітації. Пожалуйста. Ну, насправді, по інтернету ходив такий мем, де з одного боку хлопчина стоїть перед довгим бюлетнем і не може і каже, ну, біля нього така собі ця хмарка з його думками, я не можу розібратись. Ось. А з іншого боку бабулька, яка ставить проти кандидата розуміло якого, типу, да, і підпис «Я за тебе розберусь». Так от, я хочу, щоб ви, миколаївці, завтра всі пішли до дільниць і їм дали можливість комусь розібратись за вас і з вашим життям. Ось так. Дякую за визит. Дякую вам. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!